МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первомайские отголоски. Пролетарии каких стран объединились в праздновании Дня Трудящихся? Взрывное воскресенье. В Ираке и Турции теракты, унесшие десятки жизней. Большой праздник у христиан восточного обряда. Светлое Христово воскресенье. Мира и единства пожелал украинцам в этот день президент Петр Порошенко. В пасхальную ночь с супругой Мариной он посетил несколько христианских церквей. Во Владимирском соборе вместе с представителем УПЦ Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли крестным ходом вокруг храма. После этого президентская чета посетила праздничную службу в церкви святого Николая Чудотворца на Аскольдовой могиле. Также глава государства присоединился к богослужению в Киево-Печерской лавре, которой правил митрополит Ануфрий. В ци дни ми поминаємо тисячі наших захисників, які віддали своє життя за нашу віру і нашу свободу, за нашу державу. Згадуємо всіх, хто загинув внаслідок російської агресії. Також ми вдячні молимося за кожного, хто берег нас спокій у Великодню ніч, і хто в цей святковий день стоїть на сторожі миру. Вітаю всіх з Великодням і вважаю миру, достатку, єдності і Божої ласки нашій країні. Христос воскрес! Встрічать благодатные агонії і праздновать светлое воскресення Господня многие українці пришли ночі в храмы і церкви. В столиці, в Києво-Печерській лаврі, состоялось ежегодне всеночне бдення. Як це було, далі наші корреспонденти. 11 часів вечора, Києво-Печерська лавра. Сотни прихожан і веруючих спешат з праздничними корзинками. Здоров'я, благополуччя в семьі, щоб був мир в нашій країні. Як наші батьки казали, так і ми зробила паска, яйця, кусочок мяска до кукуваски. Це і все. А, соль. Соль все. Все ждуть, коли в лавру прибудет благодатний огонь, который привезли із Йерусалима представители УПЦ і політики. Хотелось бы привезти благодатний огонь на Україну, щоб він помог людям избавиться от безнадюги полнейшей, от неверія і от ненависти, який зараз царит. Благодатний огонь спецавіарейсом со святой землі прибыл в Київ. А із столицы його доставили і в інші городу України. Він очищає, як очищаючий огонь. Приносить все хороше в житті людину. Хочем, щоб він в квартирі побыл. В трапезному храмі починається всіночне. Христос воскресе! Вони хрисній воскресе! Храм не вміщає всіх веруючих. Многі стоять на уліці. Людям роздають писанки – символ воскресення Христа. Справжня писанка має бути червона. Але, в принципі, у нас є вже така традиція розписувати візерунками, які притамані тим чи іншим регіонам України. І тому саме головне, що ці писанки зроблені з душі. На всіночнуї прийшли і політики. Хочеться, звісно, поздравити всіх жителів нашої країни з светлою пасхальним праздником. І, звісно, в цей праздник хочеться, прежде з цього, пожелати свіра нашій країні, тепла і добра в будинках всіх українців, щоб всі закінчилися всі испытання, які випадали на долю нашого народу. І наша країна жила щастливо і процветала. Праздник Пасхи – це побіда життя над смертью. Я желаю всім в цей день, щоб сердця наполнилися радістю настільки, щоб там не було вже ніяким іншим плохим чувством. Щоб ушла ненався вражда, а в сердцях була любовь і мир. Вот і все. Для цього ми везли сюди огонь. Все, хто выставив свіночну, не скрывають емоцій. Цвятковий настрій, віде дуже гарні, дуже все подобається. Були на нижних пустірах, освятили пасочку і дуже раді. Благодатний огонь со святой землі во вторник прибудет і в зону АТО. Його привезуть вместе с гуманітарной помощью бойцам на передовую і в госпіталі. Павлина Василенко, Василий Миновщуков. Подробності – телеканал «Интер». Своє пасхальне поздравлення вместе з воєнним капіланом подготовили десантники, которые находяться сейчас в зоні боєвих дійствий. Появилось оно сьогодні утром на страниці штаба АТО в фейсбуці. Воїны завірили – страна може празднувати спокійно, враг не пройдет. Україна, сердечно вітаємо тебе з великодним. Будь впевнена, ворог не пройде. А якщо і наважиться, то його зустрінуть твої сини, справжні воїни. Які готові дати гідну відсіч агресору. Христос воскрес! Ви існу воскрес! Но самим воєнним эта празднична ночь здалась очень нелегко. Вопреки договоренностям о режимі тишини, боєвики вели огонь по позиціям українських бойців ночь на Пасху. Основные удары нанесли в районе Авдеївки, где использовали запрещені минометки. С передовой наш воєнний корреспондент Ірина Баглай. Ну, треба бути на чеку, потому що буває, да, режим тишини. Для них команда роботи артиллерії. Команда «Режим тишини» облетела все позиции. В Минске договорились о перемирії. Десантники, як і полагається, на Пасху решили приготовити праздничные блюда. Але тишина продержалась недолго. Опа, выход ГП. Присели, пожалуйста. Виход ГП, слышно, как взрив произошел, все, можна виладить. А що це ГП? Це подствольний гранатомет. Орудие, яке стріляє на 400 метрів. Його задача не спускати глаз противника. Даже под огнем, на высоті. Перед цей позицією вже блиндажі боєвіков. Ясиноватська трасса на Донецьк. «Они подпаливають дымы, делают видимость, що вони ж це роблять в здании, щоб ми на них обращали внимание. Подпаливають дым, і в то время переходять на все огневі точки». За время дежурства Айзек насчитал 10 таких позиций. Оттуда наємники і стреляють із крупнокалиберних пулеметів ДШК. «Кодо работает ДШК, голову особо не высунеш. Потому що калибр большой, две пули чоловіка разрізають напополам». Калибр 12,7. Пули просто прошивають эти стены. Командир показыває свежі отверстия, які з'явилися, поки ми були в укрытиї. «Моє переликто?» «Я не скажу вам, хто це?» «Настреляють в нашу сторону. Давайте, йдемте». Откуда ведеться огонь? Показываєт вот эта дорожка от неразорвавшоїся 120-мм мини. В той стороне ясиноватая. «Видите, наскільки она землю розрыхлила неплохо? Четко видно, що она вот так пошла. Ну, с той сторони, да». Ближе к ночі огонь усиливається. Журналистів евакуюють в целях безопасности. Уже утром узнаем, с полуночи огонь прекратился. Ірина Баглая, Андрій Костюк, Руслан Терентьєв із Донецької області. Подробності – телеканал «Интер». Украинський вопрос вновь обсудят в формате нормандской четверки. Министр иностранних дел Германии Франк-Вальтер Штанмайер заявил, что пригласил на переговоры в Берлин представителей Украины, России и Франции. Планирують обсудить подготовку к местным выборам на территориях подконтрольных сепаратистам, а также предложение ОБСЕ по восстановлению режима тишины на Донбассе. Штанмайер отметил, что количество жертв на востоке Украины растет и перемирие становится хрупким. Встречу на уровне глав МИД планируют провести уже 11 мая. В последний раз министры четырех стран встречались 3 марта в Париже. Цвет в конце тюремного туннеля забрежил для Олега Сенцова и Александра Кольченко. Что дает надежду на их возвращение в Украину и как скоро это может произойти? Давайте узнаем все новости у Данила Русакова. Вслед за надеждой Савченко необходимые документы для экстрадиции в Украину заполнили Олег Сенцов и Александр Кольченко. Украинцы уже этапированы, сейчас они находятся в колониях Олег Сенцов в Якутии, Александр Кольченко на Урале. Новость о том, что незаконно осужденных крымских заложников могут в ближайшее время передать Киеву появилась еще месяц назад. Тогда адвокаты направили соответствующее опрошение в Минюст Украины. Бумаги оттуда отослали в Москву. Окончательное решение должен принять суд по законам Российской Федерации. Сделать это можно по месту отбывания так называемого наказания. Анкетные данные, которые затребовали от Олега и Александра, по сути, автобиографическая справка. В нее входит информация о родственниках, вплоть до бабушек и дедушек. Впрочем, и так ясно, процедура передачи для отбытия наказания на родину не более, чем бюрократическая формальность. Точная дата принятия судьбоносного решения пока не ясна. После того, как все документы оформят, местная Фемида назначит заседание. Именно тогда и решится судьба Сенцова и Кольченко. Данил Русаков, Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер. И, как стало известно, еще один осужденный в России украинец Геннадий Афанасьев подписал документы, необходимые для его экстрадиции на родину. Сообщила об этом мать Афанасьева Ольга. Выходец из Крыма был осужден по так называемому делу Сенцова. Приговорили его к семи годам колонии. Отбывает наказание Афанасьев в республике Коми. Байкеров из российского клуба «Ночные волки» снова не пускают в Европу. Их развернули на границе с Литвой, а также с Белоруссией и Польшей. Не пустили даже тех байкеров, у которых есть европейские паспорта. Мотоциклисты из клуба «Ночные волки» планировали провести мотопробег Москва-Берлин. В немецкой столице рассчитывали быть к 9 мая. В прошлом году «Ночных волков» также не пропускали в страны ЕС из-за их поддержки аннексии Крыма. Двойной теракт в Ираке унес жизни 33 человек, более 50 ранены. В городе Самава один за другим взорвались два заминированных автомобиля. Произошло это возле автобусной остановки в оживленном центре города. Жертвами стали случайные прохожие. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики ИГИЛ. И именно ИГИЛ подозревают и в организации теракта в Турции. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух возле главного полицейского управления города Газиантеп. Это близ границы Сирии. Погибли два человека, ранены более 20. Большинство пострадавших – стражи порядка. И который день не прекращается спор, кто же бомбил госпиталь в сирийском Алеппо, где погибли десятки пациентов и врачей. Одни источники обвиняют в этом российские ВВС, другие – авиацию Асада. Вашингтон требует немедленно прекратить огонь. Рассказывает Сергей Ауслендер. Эти жуткие кадры уже обошли весь мир. Больница в осажденном сирийском городе Алеппо. По коридорам ходят больные и врачи. На смену заступает последний педиатр этого города – доктор Маас. Через несколько секунд он вместе с пациентами исчезнет во слепительной вспышке. Госпиталь разбомбили. Последний педиатр города погиб. Вместе с ним еще 50 человек. Число раненых до сих пор уточняют. Самое ужасное в этой истории – что пострадавших в результате бомбежки теперь просто некуда везти, потому что больница была последним местом в городе, где можно было получить медицинскую помощь. До сих пор непонятно, сколько там раненых. В больнице было много детей. Ракеты с самолетов поразили жилые кварталы. Это было рядом с мечетью, и люди боятся ходить на пятничные молитвы. Вокруг Алеппо завязался исключительно сложный узел. Часть города контролирует войска, верные Башару Асаду. Часть повстанцы, часть вообще никто не контролирует. Бои идут прямо внутри городских кварталов. Причем обе стороны активно используют тяжелое оружие, танки и артиллерию. Но удар по больнице нанесли самолеты, чьи они были пока не ясны. Ситуация в Алеппо, которую уже называют сирийским Сталинградом, просто катастрофическая. Каждые 20 минут там погибает гражданский. Число погибших уже исчисляется тысячами. Соединенные Штаты резко осудили бомбардировку госпиталя. Они требуют немедленного прекращения огня. И Госдеп даже опубликовал заявление, в котором говорится, что эти события ставят под сомнение готовность России и ее возможность остановить продолжающуюся жестокость режима Асада по отношению к собственному народу. Сергей Услендер, Алена Боярская. Подробности телеканал Интер. В Брюссельском аэропорту Завинтем возобновил работу зал вылетов через полтора месяца после терактов. Пока зал обслуживает небольшое количество пассажиров. А сам воздушный вокзал постепенно входит в нормальный график. И в полную силу он должен заработать только в середине июня. Напомню, взрывы в Брюссельском аэропорту и метро произошли 22 марта. Погиб тогда 31 человек, а около 300 получили ранения. Морально тяжело возвращаться к работе в этом аэропорту. Но мы решили взять себя в руки в память о погибших и ради компании. День ландышей и протестов во Франции. Начинался он за здравие, с давней цветочной традиции. Да вот закончился беспорядками и стычками с полицией. Все подробности бурного 1 мая у Софии Гордиенко. Понять, что на улице 1 мая очень просто. Буквально на каждом шагу и на каждой улице продают ландыши. Цена, кстати, не очень пролетарская. 4 евро. 60 миллионов цветов каждый год во Франции распродают в считанные часы. Что символизирует этот цветок? Ой, я даже затрудняюсь ответить. Это такой цветок трудящихся, наверное. На самом деле еще французские короли в этот день всем дамам при дворе дарили ландыши. Революционеры пытались традицию искоренить, но не преуспели. Так и повелось. Даже первомайские демонстранты раскупают монарший аксессуар. И если в предыдущие годы в этот день социалисты устраивали праздничное шествие по спальным районам, где живут самые верные их избиратели-мигранты, то с момента прихода к власти самих социалистов во Франции протестуют уже против них. Да, мы можем бороться за наши права. Надо просто организовываться. Люди возмущены проектом трудовой реформы, которая позволяет упростить процедуру увольнения сотрудников. И возмущены настолько, что вот уже месяц во время манифестации не обходится без потасовок. Мы перешли мост, и там остался наш товарищ. В него попали полицейские из травматического оружия, серьезно ранив. Теперь мы красим мост в красный цвет, как символ борьбы. Сегодня многие полицейские будут работать внеурочно. Министерство внутренних дел мобилизировало своих сотрудников максимально и не напрасно. К вечеру тысячи демонстрантов вышли на акции протеста против изменений в трудовом законодательстве. Они предусматривают введение упрощенной схемы увольнения сотрудников. Голосовать депутаты национального собрания по этому вопросу будут уже во вторник. Протестующие забросали полицию бутылками и камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Впрочем, такая ситуация во Франции почти каждый год. Манифестации то правых, то левых. День ландыша и протестов. Хотя в искусстве 1 мая выглядит совсем иначе. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности телеканал Интер. Стычки переросли и первомайские демонстрации в немецком Плауэне. После мирной демонстрации профсоюзов там ожидался марш ультраправых организаций. Однако помешать им решили около тысячи радикально левых демонстрантов. В результате полиции пришлось разгонять и тех, и других водометами. Ультраправые не впервые проводят свои первомайские демонстрации в Плауэне. В последние годы рейтинги этих организаций в городе резко выросли. В основном из-за несогласия местных жителей с политикой властей в отношении мигрантов. Разогнали первомайскую демонстрацию и в Стамбуле. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Ранее власти запретили проводить любые мероприятия на центральной площади Токсим из-за недавних терактов в центре города. Демонстранты предписания нарушили. Вот в других городах Турции первомайские демонстрации закончились мирно. Многочисленные марши прошли и в странах Азии. В Южной Корее десятки тысяч человек в центре Сеула требовали улучшения условий труда. В Индонезии демонстранты вышли на улицы Джакарты с требованием к властям уменьшить количество мигрантов. Мол, из-за наплыва дешевой рабочей силы из других стран работу им стало найти труднее. А филиппинцы требовали повышения минимальной оплаты труда в полтора раза. Ну а украинские трудящиеся получили к первому маю новые тарифы. С первого мая будем платить больше за газ и электричество. Расценки поднимут и для предприятий теплокоммунэнерго. Поэтому цены на отопление и горячую воду тоже вырастут почти на 80%. Стоимость топлива составит 6879 гривен за тысячу кубометров. Цена же электрической и тепловой энергии, производимых на АЭС, вырастет почти на 8%. Новые тарифы, напомню, правительство утвердило 27 апреля. И это было одним из основных пунктов требований Международного валютного фонда. С безразличием чиновников борются жители одной из многоэтажек Марганца. Это в Днепропетровской области. Городские власти отказываются ремонтировать здание. Оно признано аварийным. И настойчиво советуют людям создать общество совладельцев многоквартирных домов. Жильцы подозревают, что их попросту пытаются обмануть. Кто прав, разбирались мои коллеги. Анна Васильевна проводит экскурсию по своей квартире. На улице солнце, но с потолка течет. Температура воздуха плюс 20, а на стенах расцвела плесень. Несущие все в трещинах. В коридоре это страшное дело. Вот что в коридоре делается. Вот это центральная стена. Видите, у меня уже палец залазит в стель. Это жом ниже квартира многодетной матери Юлии. Впрочем, с тремя малышами она живет на съемной. Детей я вывезла. Я побоялась оставлять их здесь, потому что у меня в последнее время сильно часто болели. Это аллергическая реакция. Этому дому на 16 квартир всего 23 года. Но стены расходятся, крыша течет. То ли ошибка строителей, то ли проектантов. В заключении экспертизы точно не указано. Известно одно. Дом аварийный. Люди уже 7 лет стучатся в разные чиновенчьи кабинеты. Просят или дать другое жилье, или сделать капитальный ремонт. Результаты последнего похода в мэрию огорошили. Говорят, чтобы мы вступали в СББ. Да, да. Именно заставляют нас в СББ. Если мы вступим в СББ, то мы должны своими силами это все делать. А где мы таких денег возьмем? Это официальный ответ горы с полкома жильцам. Ни слова о выделении средств на капремонт. Более того, в мэрии не знают даже примерной его стоимости. Но убеждают, вступление в объединение сможет ускорить этот ремонт. Мы разработали и выносим на сессию программу поддержки ОСББ, в которой прописано, что первый капитальный ремонт, будинка, в нём принимает участь местная власть. Юристы же совершенно иного мнения. Городская власть в данном случае не будет ремонтировать данный дом по той причине, что это будет не целевое использование бюджетных средств. Они просто сознательно вводят в заблуждение граждан. Доведённые до отчаяния жильцы уже готовы обратиться в прокуратуру, Верховную Раду и администрацию президента. Ведь стены квартир рушатся на глазах. Татьяна Овинникова, Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Днепропетровская область. 20 килограммов янтаря изъяли ривненские полицейские. Камень, по данным правоохранителей, скупали трое жителей города у старателей. Это янтарь, незаконно добытый в Ракитновском районе. Задержали всех в арендованном доме, где и совершали сделки. Изъятый янтарь сейчас находится на экспертизе. В Одессе действующий подполковник полиции организовал сбыт фальшивых денег из самопровозглашенной ДНР. Его с подельниками, это два бывших работника правоохранительных органов, уже задержали. Как сообщила в Фейсбуке, спикер СБУ Елена Гитлянская пытались реализовать 50 тысяч долларов. После хотели привезти из подконтрольных ЛНР и ДНР территорий еще 5 миллионов гривен, но уже настоящих. Это деньги, которые оставили украинские банки во время эвакуации. Купюры были тогда помечены специальным раствором, чтобы их можно было распознать. Вот эти меченые гривни злоумышленники тоже планировали сбыть в Одессе. Теперь им грозит от трех до пяти лет тюрьмы. Следствие пока еще продолжается. Акватория Черного моря под присмотром пограничников и авиации. На патрулирование у берегов Одесской области вывели пять групп кораблей. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Дежурить будут до конца майских праздников. Воздух подняли самолеты «Дайамонд». Они следят за ситуацией на админгранице с Крымом. Только вчера пограничная авиация совершила три вылета над морем. С метою посылания охороны державного кордона на период травневых свят службу в Черноморском бассейне организована пятьма тактичными группами кораблифта Катариф морской охороны. Кроме того, на время пасхальных и майских праздников в Одесской области усилили патрулирование границы с Молдовой на участке Приднестровья. Туда дополнительно вывели 300 пограничников с техникой. Саму же Одессу начали патрулировать бойцы «Альфы» на время праздников. И особенно 2 мая следить за порядком в городе будут более 3000 правоохранителей и бойцов нацгвардии. В Вашингтоне перевернулся поезд, перевозивший химикаты. Из трех вагонов произошла утечка гидроксида натрия. Он может вызывать сильные ожоги кожи, а его пары вредны для дыхательной системы. Состав из 11 вагонов перевернулся у станции метро «Рода» и «Длантовеню». Также из-за аварии был поврежден подземный газопровод. Подача топлива на этом участке прекращена. Пострадавших в результате инцидента нет, поэтому проводить эвакуацию власти не намерены. Президент США Барак Обама высмеял одного из лидеров президентской гонки бизнесмена Дональда Трампа. И назвал Хилари Клинтон своей преемницей. Прозвучало это, однако, в шуточной речи американского президента. Так стоит ли к ней относиться всерьез? Об этом расскажет наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Зятко. Барак Обама выступал на традиционном ужине ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. На самом деле это давно уже не мероприятие только для прессы, а некая ярмарка тщеславия, которая собирает не только сотрудников СМИ, но и звезд кино, шоу-бизнеса, политиков. Красивые наряды, улыбки почти что в вручении премии «Оскар». Речь президента всегда центральная часть мероприятия. Речь всегда шуточная. Но для Обамы последняя на посту президента. И неудивительно, что он много говорил о предвыборной кампании. В следующем году кто-то другой будет стоять в это же время на этом месте. Можно только гадать, кем она будет. Обама говорит «Она» и многие сразу начинают писать. Обама назвал Хилари Клинтон преемницей, ведь она единственная женщина в президентской гонке. Но речь шуточная, а потому попробуй разбери, всерьез ли эти слова. Достался от Обамы и лидеру гонки у республиканцев, Дональду Трампу. Его в зале не было. Я немного обижен, что его нет сегодня. Здесь полный зал репортеров, знаменитостей, камер, а он отказывается. Этот ужин слишком дешевый для Трампа? Почему его тут нет? Может, он дома ест Трамп стейк и пишет в Твиттер оскорбление в адрес Ангелы Меркель? Не применул Обаму посмеяться и над внешнеполитической доктриной Трампа, которую тот презентовал на прошлой неделе, сказав, что бизнесмен провел годы, встречаясь с лидерами всего мира. Мисс Швеция, мисс Аргентина, мисс Азербайджан. Естественно, это намек на то, что ранее Трамп влазил правами на проведение конкурсов «Мисс Вселенная». Были, конечно, и серьезные ремарки. Например, Обама упомянул репортеру «Вашингтон-Пост» Джейсона Резаена, которого в этом году освободили из иранской тюрьмы. Но закончил свою речь шуткой, повторив жест популярного баскетболиста Кобе Брайанта, заявившего недавно о прекращении спортивной карьеры. Напоследок у меня осталось всего два слова. Обама уходит. Тихон Дзитко, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». День рождения принцессы и Адольф Гитлер с молотка. Об этом и не только в нашем обзоре. В Великобритании отмечают день рождения принцессы. Дочери принца Вильяма и Кейт Миддлтон, Шарлотте и Элизабет Диане, сегодня исполняется год. В честь праздника ее мама обнародовала новые фото. Эти снимки сделала сама герцогиня Кембриджская в апреле, в их резиденции в Норфолке. Британцам редко показывают принцессу. В последний раз в конце июля на крестинах. В Парагвайе больше некуда сажать преступников. Крупнейшая тюрьма в стране, так Кумбу, переполнена. В здании, рассчитанном на полторы тысячи заключенных, содержится вчетверо больше. При этом следят за осужденными всего 45 охранников. В тюрьме процветает наркоторговля и насилие. Чтобы исправить ситуацию, правительство Парагвая объявило чрезвычайное положение. Красочные бои в центре Нью-Йорка. Местные жители и туристы забрасывали друг друга разноцветным порошком. Так в городе Большого Яблока отметили холи. Ежегодный индуистский фестиваль весны. Этот праздник уже давно стал популярным за пределами Азии. И на западе носит скорее развлекательный, чем религиозный характер. Суперверблюдов выращивают в Катаре. В стране открылся центр, где животных готовят к скачкам. Здесь их тренируют, используя вместо жакеев роботов на дистанционном управлении. А купают в специально созданном 120-метровом бассейне. Ухаживают за скакунами лучшие ветеринары. Верблюжьи бега популярны в Катаре и приносят хозяевам хорошую прибыль. В Одессе Пасху сегодня отмечали в лучших хеллинских традициях. Масштабный праздник под открытым небом устроила ассоциация греческих предпринимателей и предприятий Украины. На греческой площади всех желающих, помимо крашенок, угощали сочными средиземноморскими салатами и ароматным мясом. Барашек прямо здесь же жарили на вертелах. Рядом разместили сцену, на которой выступали музыканты и танцевальные коллективы. Некоторые специально приехали из Греции. Организаторы говорят, хотели показать, как Пасху празднуют у них на родине. Основное отличие в том, что в Греции в этот день люди веселятся, танцуют и устраивают состязания. В 12 субботу, когда встречаем, что Христос воскрес, мы здесь встречаем без шума. Греция, много шума, не как церковный праздник, но как праздник. Разница есть, но общая. Мы православные. Я поздравляю всех христиан восточного обряда со светлым Христовым воскресением. Мира вам, Божьей благодати. Сейчас прощаюсь. Встретимся в этой студии уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин